Мы завершаем сегодня изучение недельного раздела Тор и Вайгаш. На прошлом уроке мы подробно разбирали отрывок, в котором Яков переселяется в Египет. Встреча Якова с Юсефом, встреча братьев Юсефа с фараоном, поселение семьи Якова в земле Гушин. Все вопросы, связанные с этим, мы довольно подробно разобрали. Вот теперь, после того, как Юсеф представил фараону своих братьев, после этого написано «И привел Юсеф своего отца Якова и представил его фараону, и благословил Яков фараона, и сказал фараону Якову, сколько лет в твоей жизни?» «И сказал Яков фараону, дни и лет моего проживания – 130. Малочисленные и злополучные были дни моей жизни, и не достигли до лет жизни моих отцов во время их проживания. И благословил Яков фараона, и вышел от фараона». Вот этот вот кусочек мы сейчас постараемся разобрать. Во-первых, сразу бросается в глаза первая сложность. В начале, когда Яков входит к фараону, написано «И благословил Яков фараона». И когда он выходит, снова благословил. Что это за благословение, почему оно повторяется дважды? Как это понять? Раши здесь же на месте говорит так. «И благословил Яков». Первое благословение при входе – это приветствие. То есть, не нужно понимать это буквально слово, которое упомянуто здесь. В оригинале действительно сказано «Вейварех». То есть, благословил, но не нужно понимать это буквально. Имеется здесь в виду приветствие. Приветствие, произносимое всеми, кто удостаивается аудиенцией у царя. Понятно, что в каждом царском дворе принята какая-то другая формула приветствия, но она более или менее постоянная для всех. Раши переводит её и на французский язык. Что-то типа «салюта» получается. Приветствие. А уже второе благословение. И благословил Яков. Здесь Раши пишет. «Так все, покидая высокопоставленных особ, благословляют их и удаляются с их позволения». То есть, по принятым приличиям невозможно попросту так, даже если беседа закончена, встать и уйти с царственными особами так не делают. Нужно прежде всего получить разрешение на то, чтобы уйти. Ну и попрощаться тоже надо. После этого благословения удаляются с их позволения. А какое же благословение дал он ему? То есть, здесь уже Раши переходит к тому, что это не просто здесь было приличие, если первое благословение – это чисто приличие, как все те, которые приходят на Удиницу и к царю. Что касается второго, то здесь уже не просто так. Здесь он действительно дал ему браху. Какую браху? Чтобы воды Нила поднимались ему навстречу. То есть, теперь фараон будет обладать таким качеством, что когда он будет выходить на берег Нила, то воды его будут подниматься ему навстречу. Почему это ему так важно? Какое ему дело до этого? Потому что Египет не орошается дождями, продолжает Раши, а только Нил поднимается и орошает его. Все орошение Нила и все его благополучие, все земледелие целиком зависит от разлива Нила. Так вот, идеология фараонов в Египте, она всегда утверждала, что фараоны – они хозяева Нила, или, может быть, даже отцы его, или еще что-то, по крайней мере, повелители Нила. И разлив Нила происходит по воле и по желанию фараона. Ну и если до сих пор это было чисто идеологией, ничем не подкрепленной, то теперь уже это подкреплялось. Просто вот можно было посмотреть и видеть, как в тот момент, когда фараон подходит к реке, как вода поднимается ему навстречу, значит, выглядит действительно, что он им управляет. И с тех пор, как Яков благословил фараона, когда фараон подходил к Нилу, воды поднимались ему навстречу и орошали землю. Это благословение, которое здесь дал Яков. Второй вопрос, который нас здесь интересует, он вот какой. Если мы объяснили поведение Якова, его приветствие при входе, его браха перед тем, как уйти, то вот поведение фараона не очень-то понятно. Я еще раз зачитываю. «И привел Иосиф своего отца Якова, и представил его фараон, и благословил Яков фараона». Все по чести, как принято приветствие. «И сказал фараон Якову, сколько лет в твоей жизни? Чего себе?» Ну, как фараон, конечно, повелитель, ему все позволено, но все-таки где элементарные приличия? Входит пожилой человек, вместо «здрасти» сразу первая фраза «отец, сколько лет?» Так принято общаться так. По-моему, даже цари не позволяют себе подобного рода поведения. Первое объяснение, которое дадим, будет вот какое. Связанное с календарем, сколько мы стоим на пороге праздника Песах, то прочтем, с чего начался исход изи. Начался он с того, что Мушея и Аарон отправились к фараону и потребовали, чтобы тот отпустил евреев на три дня в пустыню для того, чтобы отпраздновать. Как это передается в Торе? Писано там так. «Затем пришли Мушея с Аароном и сказали фараону, так сказал Бог всесильный Израиль, отпусти народ мой, чтобы они совершали мне праздник в пустыне». И сказал фараон, а кто такой Бог, чтобы я послушался Его и отпустил Израиль. Андрак говорит, что фараон устроил здесь целое представление. Он велел принести реестр официально признанных египетских богов. Стал спрашивать, как вашего Бога зовут? Какую букву? читал, мусолил страницы, смотрел, извините, ваш Бог здесь не числится. Фараона я не знаю, Бога я не знаю, незнакомый, и поэтому я вас не отпущу. Кто Бог, чтобы я слушался Его голос и отпустил Израиль? На это он получает следующий ответ. И сказали они, всесильный Бог евреев открылся нам, и позволь нам, чтобы мы пошли на три дня в пустыню и принесли жертву Богу. Если до сих пор они говорили о Боге Израиля, вдруг они стали говорить про Бога Элюкеи Ха-Иври, про Бога евреев. Почему? Вообще такая формулировка почти не встречается. Бог евреев, Ха-Иври. Словом Ха-Иври Тора называет Авраама. Авраам, он был Авраам Ха-Иври. И есть там два объяснения, почему он назывался Иври. Э слово Эвер означает берег или страна, то ли потому, что он пришёл с другого берега Ифрата, то есть он пришёл в наши края, перейдя через реку, через реку, перейдя через Ифрат, либо, как говорит Талмуд, весь мир остался по одну сторону, а Авраам Авраам, а именно перешёл на другую сторону. Он по другой сторону баррикад. Так вот, то, что сказали, получается, то, что здесь сказали Муше и Арон фараоны. Ты спрашиваешь, кто такой Бог, чтобы ты послушался, это Бог, Бог евреев, то есть Бог, Ага, Элюкей, Ага, евреев, иными словами, Бог Авраама. Ну и что, это серьёзно прояснило фараону, о чём идёт речь? Немножко прояснимо. Почему? Традиция устной торы говорит, что зал, в котором происходили аудиенции фараона, был построен таким образом, что попасть в него можно было только через очень низкий вход. Вход был очень низкий, так что человек в тот момент, когда он входил, он должен был очень сильно прыгнуться, так, чтобы никто не зашёл к фараону, гордо выпрямив свою спину, так все заходили к нему низко согнувшись, а известно, что, по крайней мере, это видно по некоторым письмам, найденным в Теля-Ламарна, в котором египетские вассалы и царьки в земле Кнаан пишут ему, и потому, как они начинают свои письма, не исключено, что вообще многие на самом деле подходили к фарону просто уже ползая на четвереньках, так, целуя, это уж точно там ясно, что они начинают свои письма, что я целую праху твоих ног, то есть, это была вещь вполне понятная, ну, и для того, чтобы ни у кого не было сомнения, как нужно входить к фараону, для больших гордецов был сделан очень низкий вход, так, что человек вынужден был пригибаться, и так работало много-много лет, пока не пришёл в Египет Авраам Авину, известная была история, когда у него отобрали жену, стару, в результате фараон серьёзно заболел, и когда ему стало известно истинно, что на самом деле Авраам у этой жены, у женщины, которую он забрал, есть муж, Авраам, и с ним не имеет смысла связываться, вся его болезнь произошла из-за того, то он пригласил к себе Авраама для того, чтобы выяснить с ним отношения. И вот когда Авраам должен был зайти в тронную залу фараона, то здесь случилось чудо, то есть этот самый низкий-низкий вход, он приподнялся, и Авраам прошёл туда, в этот зал, без того, чтобы ему пришлось склониться. Это то, что сказали здесь Муше и Арон фараону, вот это вот бог евреев, то есть если у тебя есть сомнения, кто и что, и ты весь Мусоля страницы искал нашего бога в реестре официально признанных египетских богов, так в Египте здесь известно. Бог – это тот, который бог Авраама. А вот это вот событие, когда вдруг пришёл какой-то человек, некий еврей, и таким образом приподнялся вход, это хорошо запомнилось, и в Египте это помнилось. Для чего всё это рассказывал? Есть некоторые комментаторы, которые объясняют таким образом и странное поведение фараона, когда он принимает к себе Якова, а именно, почему он вдруг так, вместо здрасти, вместо какого-то приветствия, вдруг сразу первые фразы спрашивают, сколько тебе лет? А произошло уже дело в том, что когда Яков зашёл, произошло то же самое, то есть когда он подошёл к этому входу, и нужно было пригнуться и почти проползти туда, тот вход поднялся, и Яков прошёл прямо, не сгибаясь. И тогда фараон, который помнил, что когда-то здесь давным-давно ещё при каком-то царе Гороке, при предыдущих фараонах произошла такая штука, а это же было сотни лет тому назад, так он поразился, он спросил, господи, сколько же лет этому человеку, должно быть 400-500 лет, я не знаю, поэтому он, забыв про все дворцовые этикеты и забыв про правила приличия, первое, единственное, что он может произнести сразу, когда он это увидел, «Господи, сколько же тебе лет?» А что Яков ему сказал, «Мне не 400, мне всего-то 130 лет, я сравнительно молодой человек». Это первое объяснение, но при всем и при всем в том, что это истинно интересно, у нас остается еще один вопрос, а именно, когда Яков отвечает на этот вопрос фараона. Мы улавливаем, что он здесь жалуется на жизнь. «И сказал Яков фараону дней моего проживания 130. Малочисленны и злополучны были дни моей жизни. Вроде как он жалуется на то, что у него жизнь короткая и не достигли до лет жизни моих отцов во время их проживания». Это тоже, действительно, ему сейчас 130 лет, его дед и отец жили намного больше, 180-75 лет. Он жалуется на это, что я проживаю всего 130 лет, а они вам по 170-180. Это то, что Якова волнует. Кроме того, то вообще непонятно, ведь жить-то он еще не закончил. На самом деле, после этой сцены он живет еще 17 лет, а может, он проживет еще 70 лет, откуда он знает. Ну да, ему сейчас 130, он уже не собирается завтра умирать, так что же он жалуется? Кроме того, он еще жалуется на то, что его дни жизни злополучны. Как-то все это не очень укладывается. Посмотрим сначала, что говорит на эту тему Рамбан. Пишет Рамбан так. Малочисленные и злополучные были дни моей жизни и не достигли до лет жизни моих отцов во время их проживания. Я не понимаю, что побудило нашего праотца, старца Якова, жаловаться царю. Даже если у тебя есть с жалобами, даже если ты нашел кому жаловаться, царю, фараону вообще интересно, интересно ему сколько ты, твои жалобы на жизнь. И почему он сказал, не достигли годов жизни моих отцов, ведь, возможно, еще достигнут, и он проживет дольше, чем они. Рамбан, говорит, здесь задает тот же самый вопрос, который мы задали раньше, но прибавляя раньше, нашел вообще кому жаловаться. Фараон. Мне кажется, пишет Рамбан, что наш праотец Яков был совершенно седым и выглядел древним старцем. То есть, вообще, по преданиям Устан и Торы, само явление старения такого, оно для предыдущих поколений было неприемлемо. И оно только начинается в это время. И началось оно уже здесь очень резко. Он выглядел древним-древним старцем. И фараон был поражен его видом. Ведь в ту эпоху срок жизни уже сократился, и большинство людей не достигали такого долголетия. Конечно же, когда мы читаем Тору первые главы книги Береши, то видно там, что люди жили по 600 лет, а то и больше. Во времена Авраама, видимо, Авраам живет уже 175 лет, продолжительность жизни сократилась. Значит ли это, что все живут приблизительно на то же самое время? То есть, к тому времени, когда живет Авраам, продолжительность жизни сократилась с 600 с лишним до 180. Нет, говорит Трамбан, ничего подобного. К тому времени продолжительность жизни сократилась до ее нормальной биологической продолжительности сегодня. Так как до приблизительно нашего уровня, о котором уже давным-давно сказал царь Давид, что жизни наши 70 лет, а кто здоров и у кого крепкий организм 80 лет. Вот это более-менее та же самая простая биологическая правда, которая была верна и сегодня, и была верна тогда. Но, стало быть, наши прадцы, которые сказали, что они жили, Авраам жил 175 лет, еще больше, 180 лет, значит, это было изрядовом выходящее явление. Понятно, что возраст 130 лет был тоже намного-намного выше. То есть, очевидно, что фараон, он на самом деле здесь был поражен, только не так, как мы объясняли выше, он был поражен тем, что приподнялся вход. По крайней мере, он говорит здесь не как человек, который ведет себя по правилам приличия. Почему? Потому что он поражен. Только чем он поражен? Тем, что зашел такой древний старец. Ведь в ту пору, в ту эпоху, срок жизни уже сократился, и большинство людей не достигали такого долголетия. Поэтому фараон и спросил его, сколько же от твоей жизни? Во всем своем царстве я не видел подобного тебе старца. То есть, это снова эмоционально, то, что фараоном здесь движут, здесь эмоции, только удивлением, от чего они вызваны, от вида Якова, насколько он стар. И тогда Яков ответил, что ему 130 лет. Но тут же добавил, что этому не стоит удивляться, хотя люди сегодня живут намного-намного меньше. Но ты не удивляйся, почему? Да у нас в роду так. Мои родители, мой отец, мой дед, они жили еще больше, так как это короткий срок по сравнению с долголетиями его отцов. То есть, он не жалуется на краткость своей жизни, говорит Ромбан. Нет, он только объясняет, что ты не удивляйся тому, что я прожил так долго, потому что на самом деле мои отцы еще больше жили. Это не значит, что я уже собираюсь завтра заканчивать свою жизнь. Я еще собираюсь жить и жить. И действительно он прожил еще 17 лет. Но это просто сказать, что ты не удивляйся, на самом деле у нас в семье намного больше жил. А тут же возникает другое, но если так, если ты прожил всего, тебе сейчас всего еще 130 лет, то почему ты уже выглядишь на все 180? А на это, говорит Ромбан, он тут же ответил, что поскольку в жизни было много заботы, много горя, то он состарился и посидел раньше. Поэтому он и выглядит таким древним стариком. Он не такой древний старик, ему не 180, ему всего 130 лет почти, намного-намного моложе, чем его, чем его дед, чем его отец, а выглядит он как его дед и как его отец, только потому, что жизнь у него такая была настолько бурная и настолько полна тревог, забот, поэтому раньше времени состарился. Это Ромбан. Объяснение, которое в общем-то исчерпывающе, оно отвечает на все наши вопросы, которые мы задали до сих пор, но есть еще один вопрос, который мы вы можете не задать, хотя в русском переводе трудно его увидеть, поэтому прочитаем оригинал. Вопрос фараона, он нестандартен не только тем, что он вообще как-то не к месту и неприлично так зашедшего человека вместе с «Здрасте», сразу ему сказать «А сколько тебе старикам лет?» Но он еще и по словам, которые фараон употребляет, он непрост. В оригинале сказано так. «Буквально, если перевести, сколько дней лет в твоей жизни?» Кто так говорит? «Сколько тебе лет?» Так говорят. Кто это спорядка «Девы?» А сколько вам дней?» Ну-ка умножьте количество ваших лет на 30-65. Очень странная форма. И Яков отвечает ему «Во не сон». Только здесь он изменяет. Он тоже говорит про дни, что дни, дней моего проживания. Значит, нам нужно перевести... Точность переводчиков, конечно, не хотят входить в подобный буквальный перевод, поэтому переводят так. «И сказал фараон Якову сколько лет твоей жизни?» Типичный перевод. Но на самом деле переводить-то надо не так. Буквально это «И сказал фараон Якову сколько дней лет в твоей жизни?» И ответ его «И сказал Яков фараону дней лет моего проживания 130». И дальше снова идет неясная фраза. «Малочисленные излополучные были дни жизни моей». Это нам Ромбан объяснил всё. «И не достигли до лет жизни моих отцов во время их проживания». Пускай мне кто-нибудь тоже объяснит. Что значит лет жизни моих отцов во время их проживания? Лет жизни или лет проживания? Чем жизнь отличается от проживания? Проживание имеется в виду в канцелярском языке русском проживающий по адресу. Но в общем-то на самом деле употреблено в оригинале действительно это слово «имегурим» в жизни проживания. Как нам это всё понять? Аравирш объясняет здесь, что вопрос фараона не случай. Он это не просто не оговорился, он действительно имел в виду вот конкретно сколько дней лет твоей жизни. Только как нам понять этот вопрос? Пишет он так. Цари, чьё время поистине драгоценное не разбазаривают обычное временное аудиенции, бросают несколько слов одному, другому задают вопросы, ответы на которых вообще-то не интересуют. В тот момент, когда он выполнил свой долг приличия, «Здрасте, как вас зовут? Да-да-да-да, как поживаете? Уже не слушай». Пошёл дальше, аудиенция на этом закончена. Чрезвычайно редко монар вкладывает столько утончённости и столько в несколько вопросительных слов, как это сделал в данном случае фараон. Но ещё реже человек вмещает столько мудрости в лаконичный ответ, как это сделал Яков. Итак, в чём же здесь эта тонкость вопроса фараона? Мы действительно меряем время жизни. Когда мы говорим про жизнь, мы меряем годами. Так ещё мы, когда были маленькими, нас уже спрашивали, сколько тебе лет, и мы гордо отвечали четыре. Нет, четыре года. Пять лет, потом не стало. Двадцать четыре, потом тридцать четыре, и дальше больше. на самом деле есть разница между проживанием и жизнью. Проживание это конкретно то, что человек существует, он проживает, проживает в этом мире, биологически существует, социально он существует, с ним у людей есть какие-то отношения, но жизнь это совсем другое. Понятие жизнь в Торе это понятие не биологическое и не социальное. Жизнь это когда человек создаёт, когда человек, когда его существование наполняется содержанием. Сколько дней жизни в прожитом году у всех по-разному. У некоторых людей даже ни одного дня нет, может быть час-полтора за весь год. 365 дней человек жил в году? Нет. Проживал. Проживал по адресу планета Земля, страна такая-то, город такой-то, не больше того. А жил он сколько? Час-два. Может быть день, может быть несколько дней, а всё остальное время. А всё остальное время ушло у него впустую. Он не наполнил эти дни никаким содержанием. Поэтому он в эти дни не жил, а существовал или проживал. Петр островирш. Только у избранных, ну не у избранных, нехороших, это проблема перевода, то есть у немногих каждый день исполнен важности и особого смысла. Где найти ещё такого человека, который действительно может сказать, что он в году прожил 365 дней, что каждый день его было наполнено содержанием? это единица. По-настоящему значительная личность живёт не годами, а днями. Там, где на сцену выступает Тора и определяет собой деятельность человека, посвящая её служению Бога, люди живут день за днём. То есть каждый день это отдельное содержание. Каждый день они совершают нечто значимое, продвигаются вперёд. Обычный средний человек, он живёт сегодня, потому что жил вчера. Вот это единственная причина. И живёт он сегодня не только потому что он жил вчера, он живёт при Мерции, но и живёт он сегодня так же, как жил вчера. Ничего? Обычное. Обычное беготня, обычное кручение белки в колесе. Человек встаёт, завтракает, бежит на работу, работает, вкалывает, возвращается с работы, ужинает, смотрит телевизор, читает книжку, гуляет, ложится спать. Так день за днём. Понедельник, вторник, среда, четверг, месяц за месяцем, год за годом. Единицы, которые действительно живут день за днём, каждый день не совершают нечто значимое, продвигаются вперёд. т.е. это их содержание жизни продвигает их вперёд. Каждый такой день отчитан Богом. Ни один из них не потерян. У Всевышнего все эти дни, в которые человек действительно прожил, они у него все подсчитаны. Поэтому вопрос фараона означает вот что. Сколько дней ты прожил в течение лет своей жизни? Обликая банальный вопрос, сколько тебе лет в такую форму фараон выразил то глубокое впечатление, которое на него произвёл вид и благородное поведение якобы. Т.е. у Куравир же здесь проблема. Хорошо, мы понимаем на самом деле этот вопрос, который Всевышний задаст каждому из нас. Сколько ж ты дней прожил в своей жизни? Это Всевышний, а фараон? Откуда этому самому правителю Египта с приклеенной бородой, откуда ему додуматься до такого вопроса? Отвечает Равирж, вид Яакова не то, что говорил Рамбан, что он был просто, пришёл, увидел перед собой такого древнего-древнего старика, что он аж ахнул, сколько ж тебе лет. Нет, вид его, есть люди, с которыми в тот момент, когда ты встречаешься, ты чувствуешь эту необыкновенную силу личности, ты понимаешь, что перед собой необыкновенный человек, ты видишь, что этот человек, он на самом деле живёт, живёт каждую минуту. И это то, что увидел фараон, это то, что он понял, что перед ним очень необычный человек, который действительно, у которого жизнь наполнена содержанием. Это человек, личность очень крупная, человек очень богатого содержания. Поэтому на том и сказал, он видел, что перед ним старик, ясно, но его заинтересовало другое, сколько дней лет твоей жизни, сколько ж ты на самом деле дней прожил в своей жизни. На что он получает ответ? В своём ответе Яков проводит различия между жизнью и существованием, проживанием. То есть ты спрашиваешь, что ты спрашиваешь, сколько лет или сколько дней? Если вопрос про количество лет, так дней лет моего проживания 130. Если спросить, сколько дней в эти годы я прожил, малочисленные и злополучные были дни моей жизни, то есть по количеству дней, в которых я прожил, и не достигли до лет жизни моих отцов во время их проживания. То есть если сравнить с тем, как мои отцы, мой отец и мой дед использовали время, сколько дней они проживали в году, то я не могу с ними совместить. То есть здесь не жалоба на то, что у него короткая жизнь или на то, что у него такая трудная жизнь. Здесь совсем другое. Здесь его естественная скромность. То есть он говорит, что по тому количеству дней, которые человек проживают в своей жизни, я не могу сравниться с моими предками, ни с отцом, ни с дедом. Они не только потому, что они жили дольше, но и потому, как они использовали время, я не могу с ними сравниться, они жили куда больше дней в каждом году, чем прожил я. Вот теперь мы можем перейти к следующему отрывку. И поселил Йосеф своего отца и своих братьев и дал им владение в Египте, в лучшей части страны, в земле, Рамсес, как и приказал фараон. Вот тебе и здрасте. До этого речь шла о том, чтобы жить в земле Гушен. И Йосеф об этом говорил с братьями. И братья попросили фараона, как там сказано, и сказали нефраону, мы пришли пожить в земле, так как нет пастбищ для скота, что есть у твоих рабов, потому что в земле Кананской очень сильный голод. А сейчас, пожалуйста, разреши твоим рабам посадиться в земле Гушен. Это их была просьба. Может, фараон ее не удовлетворил? Тоже неверно. И сказал Фрун Юсефу, твой отец и твои братья пришли к тебе, это не мое дело, ты с ними разберись. Земля египетская перед тобой, на лучшем месте земли поселит твоего отца и твоих братьев. Пусть они живут в земле Гушен. Он все разрешил. Каким же образом мы читаем здесь, что они поселились в земле Рамсес, как приказал фараон, в Ритраши, ну, это на самом деле тоже самое. То есть, это и есть земля Гушен, только она здесь называется по-другому, Рамсес. А почему она здесь называется по-другому? Не знаю. Может быть, имеется в виду, иногда бывает так, что есть область, которая называется одним именем, а есть центральный город, областной центр, краевой центр, что какой-нибудь, и он тоже дает свое название этому городу, этому округу, этой области. Поэтому, может быть, и так и здесь. На самом деле в книге Шмот мы читаем, что Рамсес это был одно из мест, на котором евреи уже, будучи порабощенными, работали на строке фараона, отстраивая город Рамсес. И снабжал Йосеф своего отца, своих братьев и весь дом своего отца продовольствием по числу детей. Потрясающая штука. Йосеф практически правитель Египта, только троном фараон высший Естественно, он может обеспечить своей семье безбедное существование. И как сказано, он снабжал своего отца, своих братьев и весь дом своего отца продовольствием по числу детей. Буквально называется по карточкам сколько есть пайка на каждого человека, и они тоже получали не больше того. Сколько у них было душ, сколько они пайков получали. А во всей стране не было хлеба, поскольку был лютый голод. И изнурилась от голода земля египетская и земля кенаанская. И собрал Йосеф все деньги земли египетской и земли кенаанской, которыми они платили за хлеб, который покупали. То есть до сих пор как было, это было подробно описано в предыдущем недельном разделе, в разделе Микец. Описано там следующее, напомним, что Йосеф с одной стороны ввел обязательный налог, по которому каждый землетелец должен был пятую часть от своего урожая отдавать государству. Государство сохраняло этот хлеб в хранилищах до голода, а затем, когда наступили голодные годы, Йосеф уже открыл эти хранилища и продавал, не раздавал, а продавал этот хлеб всему населению. Так вот, деньги-то у людей кончились. И имеет смысл делать еще одно замечание здесь. Если Йосеф, Йосеф же не делал тайны из того, что Египет ожидает сначала семь лет изобилия урожая, а потом будет голод, вещь была известна. Хлеб он у людей тоже целиком не отобрал, всего лишь пятую часть. Стало быть, вполне естественно предположить, что и сами жители Египта тоже должны были, зная, что их ждет, постараться припрятать что-нибудь в заначке. Почему же они сейчас приходят покупать хлеб у государства? Ответ на это простой и жестокий. На самом деле в древнем мире способов сохранять зерно на такой длительный срок не было. То, что было, можно было, конечно, засыпать зерно в зернохранилище, которые были тогда, но не рано или поздно, через год, через два, они бы просто заплесневели, зерно бы заплесневело, испортилось, и ничего бы не вышло. Это совсем непростая задача технологическая, как сохранить зерно больше, чем на семь лет. Юсеф нашел способ, а все остальное население, конечно же, они тоже сохраняли, но их хлеб сгнил, а хлеб, который был в государственных хранилищах, не сгнил. Были способы. Один из способов, точно мы не знаем, но один из способов Раши со слов мудрецов приводит, что СФ не собирал все зерно в центральное зернохранилище, где-нибудь в столице или около страны. Нет, хлеб был, хлеб собирался всюду, везде, в областных центрах, то есть там, где этот хлеб растили, после того, как убирали урожай и отдавали пятую часть государству, там же были и зернохранилищи, они были местные. Почему это так важно? Пишет Там Раши, что зерно нужно было хранить именно в том месте, то есть в тех климатических условиях, в которых оно росло. Кроме того, Иосиф еще повелел примешивать к зерну землю из того самого места, в котором это зерно выросло, в котором это пшеница или пшеница, может быть, это ячмень, ячмень в Египте выращивался в очень больших количествах, по крайней мере для того, чтобы сохранить зерно, еще и примешивали туда местную землю. Согласятся ли с этим современные технологи или нет, это уже другой вопрос, в одном месте я прочитал, что есть нечто в этом, в действительности влияют климатические условия, но так или иначе Юсеф нашел способ сохранить зерно на 7 лет, у народа, который попытался тоже сохранить зерно, ничего не вышло, оно сгнило, и вот теперь все обратились к Юсефу, покупали у него за деньги, а вот теперь деньги кончились. И собрал Юсеф все деньги землеегипетской и земле канадской, которыми они платили за хлеб, который покупали, и принес Юсеф эти деньги в дом фараона, дом фараона, он не у себя в доме все хранит, дом фараона, чтобы не было никакой малвы, что он хоть что-нибудь себе присваивает. Когда в Египте и в Ханаане истякли все деньги, то все египтяне пришли к Юсефу и сказали, дай нам хлеба, для чего же нам умирать у тебя на глазах, денег же больше нету, и сказал им Юсеф, хорошо, давайте ваш скот, я дам вам хлеба за ваш скот, если у вас больше нет денег. И привели они скот к Юсефу и дал им Юсеф хлеб за лошадей и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал он их хлебом за их скот в тот год. И кончился этот год, и на второй год они снова пришли к нему и сказали, не утаим от моего господина, что поскольку и деньги, и скот пришли к моему господину, то не осталось у нас ничего, кроме наших тел и нашей земли. Вот все, что есть. Земля у нас есть и мы сами. Для чего нам и нашей земле погибнуть на твоих глазах? Купи нас и нашу землю за хлеб, и тогда мы и наша земля станем рабами фараона. Ты же дай нам семян, и мы будем жить и не умирать, а земля не опустеет. и купил Иосиф всю землю в Египте для фараона, потому что все египтяне продали свои поля, ибо одолевал их голод, и вся земля перешла во владение фараона. Обратим внимание. Народ предложил купи наши земли и нас тоже. Мими словами, они предложили Иосифу превратить их в крепостных, когда не только их земли будут принадлежать фараону, но и они сами будут превращены в их рабов, прикрепленных к земле крепостных. Он на это не пошел. Не нужно. Землю это да, землю я возьму, а вы оставайтесь свободными людьми. Итак, вся земля перешла во владение фараона, то есть происходит национализация земли в Египте. А народ город за городом он переселил с одного края Египта на другую. Вот это вот колоссальное действие, которое он делает. Переселяй народ. Для чего? Раши Иосиф переселил из одного города в другой, чтобы помнили, что у них не было больше прав на землю. То есть для того, чтобы у человека в голове зашло действительно его новое юридическое состояние, что отныне он не хозяин земли, отныне он работает на государственной земле, которая принадлежит фараону. Для этого было сделано переселение человек должен был оторваться от своей земли, но как? Не по одному выселяли, а выселяли целиком город, то есть город целиком со всем населением, со всеми сложившимися его социальными связями. Этот город переселяли из места А вместо Б, а наоборот из места Б переселяли всех горожан целиком, вместо А или еще более-более сложная картина, так или иначе, то есть город переселялся целиком, город за городом, как это сказано, народ город за городом, он переселил с одного края Египет на другой. Спрашивая задача, зачем нам все эти детали, внутренние политики Иосефа, как правителя Египета, мы же не историю древнего мира изучаем, говорит, раньше Писании нужно об этом сказать для того, чтобы сообщить тебе похваль на Иосефе, это похвала Иосефа, что он тем самым намеревался снять позор со своих братьев, чтобы их не называли изгнанниками, естественно, его братья пришли в Египет и им будут указывать, что они здесь на птичьих правах, что они здесь пришельцы, ну, каждый теперь что-то будет сказать, он будет подобное говорить, он должен вспомнить, что на самом деле тоже пришелец, его, а он что здесь, местный, он сам сюда пришел всего полгода назад. Так объясняет Раша, для чего Иосеф это сделал, но понятно, что прежде всего помимо этой похвалы здесь есть и простое объяснение, что то, чего он хотел достигнуть, это закрепление в сознании людей того, что земля отныне не их, только землю жрецов он не купил, не вся земля была национализирована, осталась земля, земля принадлежащая храмам и жрецам, почему? Ибо положено было довольствие жрецам от фараона, и они кормились установленной долей, которую выделял им фараон, поэтому они не продали свои земли, весь остальной люд вынужден был продать свою землю, потому что есть очень хотелось, денег не было, скота не было, на что можно было покупать еду, вот и пришлось продать свою землю, но жрецы, а им было установлено по законам Египта, фараон обязан был кормить жрецов со своего стола, каждому Египту, каждому египетскому жрецу было положено довольствие, они жили таким образом на довольстве, поэтому у них не было никакой потребности продавать свои земли, свои земли они сохранили, и сказал Египту народу, вот я купил сегодня вас и вашу землю для фараона, возьмите семена и засевайте землю, а когда будет жатва, вы дадите пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засев поле и на пропитание вам и вашим домочадцам, чтобы кормить ваших детей, хотя здесь сказано я купил вас и вашу землю для фараона, вместе с тем продолжение опять же наталкивает на то, что было здесь не совсем так, что они не превратились полностью в крепостных рабов, потому что он же тут же им говорит, что вы будете сами засевать и будете давать фараону пятую часть, ными словами это просто налог, продовольственный налог, оброк, как это в старой Руси называлось, оброк, кто помнит русскую историю, знает, что оброк и крепостной правы, это совершенно разные вещи, крепостной он крепостной, а то, что говорится здесь, это налог в 20% не больше того, поэтому, скорее всего, нужно понимать это именно так, что главное, то, что приобрел Иосиф, это земля, земля была национализирована, она от ними принадлежит фараону, люди сохраняли свою личную свободу, но если они работали на земле фараона, должны были фараону, как любой арендатор, должны были фараону заплатить, даже не как любой арендатор, на самом деле арендаторы обычно платят больше, больше, чем 20%, не такая это уже большая доля, и сказали они, ты оживил нас, лишь бы найти милость в глазах моего господина, а мы будем рабами фараона, и сделал Иосиф законами Египта до сего дня, что пятая часть урожая с египетской земли принадлежит фараону, и только земля жрецов не пришла к фараону, может быть имеет смысл сейчас здесь подвести итог всей экономической политики Йосифа в Египте в эти голодные годы. Итак, задача, которая стояла перед Йосифом, каким образом организовать так, чтобы не наступила катастрофа в результате тех голодных лет, которые будут. 7 лет будет урожай, а потом 7 лет, по его прогнозу, должен был быть голод. Есть две модели, как и на сегодняшний день, две модели, которые постоянно борются друг с другом, и в теории экономической, и на практике. Есть модель капиталистическая, модель свободного рынка. Если бы Йосиф следовал этой модели, он должен был бы объявить людям, люди, смотрите, знайте, что будет голод, и запасайте. То есть государство не вмешивается, не контролирует экономическую жизнь в стране, а уже силы рынка должны каким-то образом разрешить здесь все проблемы. Люди будут знать, на что они идут, они будут запасать хлеб, если смогут, и так далее. Йосиф выбирает здесь другую модель, модель социалистическую, или, может быть, более точно, это ближе к государственному капитализму, то есть он не оставляет заботу о накоплении хлеба на голодные годы в руках частных людей, он национализирует 20%, забирает налогом, не все забирает, это не то, как был в России военный коммунизм при большевиках, вовсе нет, он забирает только 20%, а потом он уже, когда он все это накопил за 7 лет, в дальнейшем он не раздает этот хлеб, а продает. Почему он избирает такую модель? Даже те, кто являются большими хасидами свободного рынка и утверждают, что модель капиталистическая куда более жизненно и свободный рынок, он должен сделать все и не нужно ему мешать государственным управлением, они тоже согласятся в одном, что в эпоху кризисов и тяжелых испытаний то модель социалистическая или государственный капитализм они куда более действуют. Это доказанный факт. Достаточно привести доказательства событий не такого дальнего прошлого, скажем, когда Гитлер и Маршмо пришел к власти в 1933 году, известно, что Германия была в состоянии полнейшего экономического краха. Организовав модель именно вот такую централизованного управления государством, Гитлер в рекордно короткий срок смог поставить Германию на ноги и превратить ее в передовое с точки зрения экономики государства. Другое дело должно быть, что уже потом вся эта социалистическая система начала серьезно барахлить и уже где-то к 1944 году, как показывает данная экономика Германии пришла в серьезный упадок, она уже не могла вытягивать, но сделать вот такой короткий рывок, рывок это лучше. То же самое рассуждал Юсеф. Что было бы, если бы он избрал модель свободную, объявить всем людям, пожалуйста, вы заботитесь о себе. Что бы произошло? Люди стали бы накапливать хлеб, тут же бы возникла ситуация, что одни бы накопили больше, другие меньше, начали бы поднимать цены на хлеб. Безусловно, большая часть людей оказалась бы служены нищими, они бы разорились тут же моментально, им нечего было бы есть, они бы умирали голодой смертью, а другие всякие воротилы и братки, они бы только и наживались на хлебе, который они сумели взять, отобрать, украсть, припрятать и так далее. Поэтому подобного рода полная анархия, которая бы возникла при такой модели, Юсеф на это не идёт, поэтому он предпочитает именно вот такой централизованный характер экономики на момент кризиса. Собирает не весь хлеб, а 20% хлеба у государства, затем, и это тоже очень важно, он его не раздаёт, а он его продаёт. Почему? Сколько бы он ни накопил хлеба, количество уже не бесконечное, если начать его раздавать, он должен был привести в соответствие спроса и предложения, спрос большой, люди вообще-то любят поесть, а уж когда знают, что голод, так хотят же ещё и запастись, чтобы ещё и в заначке брать больше, чем им на самом деле нужно. Вот этого Юсеф не даёт, он продаёт за деньги, с одной стороны не будут брать больше, чем им нужно, а с другой стороны будут экономить. То, что человек получил даром, что называется на халяву, он не станет это экономить, он будет есть, есть будет досад, но когда человек купил это за деньги, на Украине за свои рыбные гроши, это уже совсем другой разговор, он уже будет это экономить, это уже его, это то, что он на это деньги потратил, поэтому Юсеф здесь добился ещё очень важного, того, что не разбазаривался хлеб, который он приготовил, в результате ему удалось не только этот хлеб организовать, не только обеспечить людей хлебом, но и у него оказались излишки с хлебом, благодаря которому он мог торговать и за границу, т.е. он позволил людям из других государств тоже приходить и покупать хлеб, конечно же, нужно было это ограничить, мы это знаем, как он ограничил, устная тора доводит до нас целый ряд его постановлений, первое, он не позволял, нужно было предусмотреть так, чтобы не возник черный рынок, чтобы люди не начали скупать у Юсефа по его цене государственной, а потом на черном рынке перепродавать за большую цену, это невозможно было сделать, у всех было лишнее большое количество, которое могли люди купить, и кроме того, те, которые приходили в Египет, написано, что его требование было один человек, один осел, т.е. мог увезти только столько, сколько увозит один осел, при этом черного рынка, конечно, возникнуть не могло. Кроме того, а может быть, те, которые в особенности в покойном союзе, выросли, они же знают, как это делать, в очередь становятся шесть человек, все из одной семьи, и каждый из них возьмет по одному ослу, а потом вместе пойдут на черном рынке сдавать, это тоже не проходило, Юсеф был первым правителем, который ввел паспортный контроль, это прямо сказано на Бендаше, каждый, кто влезал в Египет, он должен был указать имя свое, имя отца, имя деда, так что в тот момент, когда оказывались братья разные, братья, у которых у всех один отец, и они, каждый из них должен был, понимать, что они разные люди, тот не приходило, тем самым он приостанавливал и спекуляцию. Стоит остановиться еще на одной детали. Мы объяснили, каким образом Юсеф организовал экономику страны в этот тяжелый период, но вот одна деталь все-таки еще не дает покоя. Когда народ приходит к Юсефу и предлагает ему, чтобы он купил их и землю, то они говорят так, купи нас и нашу землю за хлеб, и тогда мы и наша земля станем рабами фараона. Ты же дай нам семян, и мы будем жить и не умрем. Стоп, а зачем им семена? Я так понял, что они покупают хлеб, чтобы жить и не умереть. Семена покупают для того, чтобы сеять. А зачем им сеять? Ведь это всего лишь, прошло всего лишь два года, третий год. Куда семена? Ведь по прогнозу Юсефа по тому сну, которую он разгадал сну фараона, еще пять лет должен быть голод. Почему же они просят семена? Раши говорит так, дай нам семян, чтобы засеять землю, хотя Юсеф сказал, еще пять лет не будет ни пахота, ни жатвы. С приходом Яакова в Египет пришло благословение, и начали засевать землю, и голод прекратился. То есть, действительно, сон был сном, но уже по прошествии двух лет голода, на третий год можно было уже начинать засевать, и тем самым на четвертый год уже должен был бы быть хлеб. Все это и произошло, потому что приход Яакова завершил голод и привел к благополучию. Харамбан, приводя этот комментарий Раши, не согласен, хотя об этом упомянул в Бершит Рабату, если не просто комментарий Раши, Раши цитирует здесь только Медраж. Так действительно сказано от имени Раби Йосипа Арханины, два года был голод, поскольку наш братец Яков пришел в Египет, то голод прекратился. А когда же голод вернулся, в дни пророка Ихискеля и так далее, пишет Рамбан, непонятно, но ведь если это так, то разгадка снов фараона, данной Йосефа, не подтвердилась, а это могло бы подвергнуть сомнению его мудрость. Если Йосефу удалось получить его место на Олимпе власти в Египте благодаря разгаданному сну, то после того, как он сказал, что будет семь лет, семь лет будет голод, а оказывается уже через два года голод заканчивается, есть уже смысл, можно уже сеять, засуха заканчивается, так явно могут прийти к фараону недоброжелатели Йосефа, а таких, очевидно, должно было быть достаточно много, и сказать ему, ваше величество, как же так, вы этого человека произвели из грязи в князи, и всё из-за какого-то сна, которым сон-то не сбылся. Что скажем, может быть, говорит Рамбан, предположить, что в земле к Наан голод продолжался семь лет, как и предсказал Йосеф, а вот в Египте весь же народ видел, как воды Нила поднялись к ногам Якова, то есть вроде как получается, что сон сбылся. Где можно было видеть, что сон сбылся? В Кнаане продолжается голод, а в Египте его нет, потому что Нил поднялся к ногам Якова, когда он пристал перед фараоном на берегу реки, и все поняли, что это благословение Всевышнего, данное в заслугу этого праведного пророка. Но если так, тогда получается, что то, что мы читали, что Йосеф снабжал своего отца и своих братьев и весь дом своего отца хлебом по числу детей, это не только в голодные годы, это когда голод уже кончился, все равно они состояли у него на довольствие по хлебным карточкам и получали у него уже даже не в голодные годы, получали у него точно только свой паек и ни копейки больше. Подразумевается, что он кормил их уже в годы сытости и во все годы жизни своего отца, да и после смерти отца Йосеф тоже сказал, я буду кормить вас и ваших детей. Так можно сказать? Можно, но Ромбан предпочитает другой комментарий и у него есть на него источник. Тем не менее, я поражаюсь, ведь если голод завершился с приходом в Египет Якова, получается, что сон фараона не был истинным, ведь ему-то был показан приговор небес, а не просто то, что может произойти, то, что возможно, это была гзира, нет точного перевода, надо сказать, гзира, приговор небес. Это Ромбан, а вот в Тусефте, не в Медраше, а в Тусефте я видел, в Тусефте открыть тот сута, что от имени Ромбиоси сказано, когда Яков умер, то годы голода прекратились, а в Медраше Сефриме учили следующее, благословил Яков фараона, чем его благословил? Тем, что отложил годы голода, не то, как привел Раши из Медраша, что он благословил его тем, что воды Нила будут подниматься к его ногам, а тем, что отложил, не отменил, а отложил годы голода. Но, тем не менее, они продолжились, когда? После его смерти. Как сказано, я буду кормить вас и ваших детей. То, что Иосеф обещает своим братьям, что он будет кормить вас и ваших детей. Почему? Эта фраза сказана после смерти Якова. После смерти Якова голод возобновился. И здесь всем стало понятно, абсолютно ясно. Сон фараона был истинный, да. Иосеф разгадал его правильно, абсолютно правильно. Семь лет голода были, да. Два года до прихода Якова, пять лет после прихода Якова. Семнадцать лет, когда Яков жил в Египте, голода не было. А потом голод вернулся. Стало быть, и прекратился он только благодаря Якову, а все то, как Иосеф разгадал, было абсолютно, абсолютно точно. Слово в слово. Здесь мы с Божьей помощью закончили главу Байихи. Песар Кажер Весамер. Всем, всем, всем.